В эфире город новости по Выборгске в студии Виктория Невская. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. С вас страховой взнос. Выборгских должников пригласили на заседание комиссии в пенсионный фонд. Холода не страшны. Практически все дома Выборгского района получили паспорта готовности к зимнему периоду. Мечты сбываются. Выборгская цирковая студия блистает на больших аренах. Серийный дизель-электрический ледокол «Новороссийск» сегодня спустили на воду на Выборгском судостроительном заводе. В торжественной церемонии принимали участие представители Федерального агентства морского и речного транспорта, Росморпорта, Объединенные судостроительные корпорации и других ведомств. Напомним, закладка ледокола «Новороссийск» состоялась на Выборгской верфи в декабре 2012 года. Судно способно преодолевать льды толщиной до полутора метров. Его основное назначение – самостоятельная проводка крупнотоннажных судов, буксировка, тушение пожаров на плавучих объектах и иных сооружениях, помощь судам, терпящим бедствия и перевозка полезных грузов. Сюжет о том, как прошел спуск на воду ледокола, смотрите в ближайших выпусках программы. И вновь об арендной плате. Руководители предприятий производственной сферы обсудили на очередном совещании новые тарифы, по которым будет начисляться плата за пользование земельными участками, принадлежащими муниципальному образованию город Выборг. В совещании приняли участие и представители городского совета депутатов. Именно парламентарии, прежде чем утвердить повышение коэффициента арендной платы, решили вынести вопрос на обсуждение непосредственных землепользователей. Председатель КУМИК Сергей Калмак разъяснил нюансы установки новых коэффициентов обеспеченности объектами инфраструктуры для тех, кто ведет хозяйственную и предпринимательскую деятельность в городе. Мы не увеличиваем арендную плату, мы лишь хотим привести в соответствие те коэффициенты, которые мы должны привести были еще с 2007 года. Непринятие данного коэффициента принесет нам в бюджет убыток в 9 миллионов. Если мы принимаем в том виде, в котором мы предложили Совету депутатов, мы бюджет увеличим на 23 миллиона, но поскольку Совет депутатов уже отклонил наше предложение, то мы вышли с рядом предложений, которые мы на сегодняшний день готовы. Сначала мы с вами обсуждаем, а потом мы будем предлагать рабочей комиссии Совета депутатов. Там мы внесли какие-то изменения, но хочу уточнить, что повышение арендной платы будет. Оно неизбежно. Вопрос только на сколько. Вот это вопрос, который должны принять Совет депутатов. После бурного обсуждения Совет директоров производственной сферы принял решение обратиться в областное правительство с просьбой в нынешних сложных экономических условиях минимизировать повышение арендной платы за пользование городской землей. От дисквалификации руководителя до банкротства предприятия. На такие крайние меры готовы пойти члены комиссии, действующие при отделении пенсионного фонда по Петербургу и Ленобласти. Накануне они провели выездное заседание в Выборге. На него были приглашены представители юридических лиц, имеющих задолженность по оплате страховых взносов размером свыше 100 тысяч рублей. Тему продолжит Людмила Перминова. Комиссия по работе со страхователями, которые своевременно не перечисляют взносы на обязательно пенсионное и медицинское страхование, была создана при региональном отделении пенсионного фонда для того, чтобы не допустить задержек с выдачей пенсии. Ведь из-за долгов работодателей, собственных средств на выплаты людям, вышедшим на заслуженный отдых, пенсионному фонду не хватает. В состав комиссии вошли представители прокуратуры, службы судебных приставов, налоговой и трудовой инспекции, фондов обязательного медицинского и социального страхования и, конечно, самого пенсионного фонда. Аналогичные комиссии работают и на местах. Но когда рычагов их воздействия недостаточно, на помощь муниципалитета выезжают коллеги из Петербурга. Так, например, в Выборгском районе около 50 предприятий задолжали свыше 100 тысяч рублей каждое. Есть и такие, у кого недоимка исчисляется десятками миллионов. За 9 месяцев 2015 года управлением нашим пенсионерам выплачено пенсии 6 миллиардов 416 миллионов. И за этот же период, то есть с января по сентябрь, мы собрали всего 3 миллиарда 34 миллиона. Получается, что у нас обеспеченность своими собственными средствами на выплату пенсии нашим пенсионерам, которых более 54 тысячи, это город Выборг и район, практически 50%. На 1 января 2015 года задолженность нашего района по уплате страховых взносов наших предприятий и работодателей составляет 177 миллионов. Приглашая руководителей предприятий на заседание, члены комиссии прежде всего выясняют, намерены ли они погашать задолженность и производить текущее отчисление. Работодатели в большинстве своем сетуют на тяжелые положения дел. На счета некоторых из них уже наложен арест судебными приставами. Тогда юридические лица переходят на наличные расчеты, своевременно выплачивают зарплату и налоги, а страховые взносы не перечисляют порой годами. Такое отношение, разумеется, вызывает негодование у сотрудников пенсионного фонда. Вот возьмем зарплату не 5-го, а 30-го, чтобы заработать сзади. А Вы считаете, что все должно быть через картотеку, то бишь у Вас отложены платежи на несколько месяцев или кварталов. Это что за позиция? Вообще слышать от главного бухгалтера такое удивительно. Некоторые ответчики высказывали членам комиссии свое недовольство размером пенсии, а ведь он в том числе зависит и от страховых взносов. Сегодня надо понимать о том, что пенсия, это не только, вот кто-то Вам это дал, потому что у Вас длительный стаж работы. Надо уплатить самые главные страховые взносы. И получать заработную плату, ту, которую Вам платит работодатель. Не серую, не черную, а официальную заработную плату. Руководители ряда предприятий выказали готовность на следующий же день начать производить отчисления. Другие пообещали представить график платежей в пенсионный фонд, чтобы постепенно выбраться из долговой ямы. Мы расставили все убыточные договора для того, чтобы оставить только то, на основании каких договоров мы можем получить прибыль и тем самым закрыть наши долги. Поэтому на сегодняшний момент основная численность наших сотрудников уволена и перешла в институционный участок. На нашем предприятии осталось только минимум деятельности, который приносит прибыль. Для того, чтобы эта прибыль окупила все наши долги и покрыла убытки, нужно время. В отношении тех, кто не убедил членов комиссии в готовности заплатить по счетам, будут приняты жесткие меры. Мы Вам делаем ограничения по кассе, записываем протокол. С сегодняшнего дня и зарплаты не сможете выплачать. И второе, по исполнительным описать компьютер и все имущество, которое есть. Пусть хоть копейки, но получим. И третье, мы все-таки возбуждать будем уголовное дело. Против руководителя. Руководители предприятий, которые не намерены сидеть сложа руки, в ближайшее время ждут в управлении пенсионного фонда по Выборгскому району. Людмила Перминова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Проверку по факту падения 9-летнего ребенка с высоты 4-го этажа провела Выборгская городская прокуратура. Напомним, трагедия произошла 27 сентября в поселке Вещево. Школьник упал с крыши заброшенного дома. Надзорное ведомство установило, что недостроенное здание находится в ведении Минобороны. В собственность администрации Гончаровского сельского поселения не передано, то есть на балансе муниципалитета не стоит. Кроме того, объект не огорожен, отсутствуют предупредительные знаки о запрете входа. Вся собранная информация отправлена в военную прокуратуру Выборгского гарнизона для принятия соответствующих мер. Между тем, проверку по факту падения школьника с высоты продолжает Выборгский следственный отдел. Ребенок до сих пор в тяжелом состоянии находится в детской областной больнице. Старт отопительного сезона обсуждали на заседании межведомственной комиссии. В работе приняли участие руководители управляющей компанией по ЖКХ, теплоэнерго, главы администрации городских и сельских поселений, представители комитетов и ведомств. Готов ли Выборгский район к холодам, выясняли наши корреспонденты. Подготовка к отопительному сезону началась еще в конце мая. Согласно распоряжениям, изданным сначала на уровне района, а затем в муниципальных образованиях, стартовали работы в котельных, на теплосетях, в многоквартирных жилых домах. Как сообщил руководитель Выборг теплоэнерго Сергей Никоненко, на ремонт и замену оборудования в этом сезоне было израсходовано 220 миллионов рублей. Практически все котельные запущены. В процессе новые котельные спецавтобазы и Харитонова. По сетям работ было запланировано на 60 миллионов рублей, она вся выполнена. То есть это порядка 3-7 километра в двухтрудном исполнении коммуникации. То есть все ордера закрыты. То есть в общем-то все наши планы мы постарались и выполнили. Подготовлен к зимнему периоду жилой фонд. Практически все многоквартирные дома получили паспорта готовности, за исключением объектов нескольких товариществ-собственников жилья. Информация об этом направлена в соответствующие инстанции. Некоторые опасения у руководителей района и обслуживающих организаций вызывали взаимоотношения с ресурсоснабжающими организациями – Петербургской сбытовой компанией и Газпромом. 29 котельных были отключены от электроснабжения или газа из-за долгов. Однако компромисс был достигнут оперативно. На сегодняшний день нами получены субсидии из правительства Ленинградской области по теплу. В октябре месяце это 47 миллионов за второй квартал и 14 миллионов за аванс четвертого квартала. Все эти деньги направлены в погашение долгов за электроэнергию и Газпромом. На сегодняшний день долги Газпрома равны нулю, как управляющей компанией, так и выбор теплоэнерго. ПСК заплачено более 38 миллионов. Долг ПСК остался на сегодня 17 миллионов. С ПСК есть определенные договоренности по долгам, по платежам, и, я думаю, они будут соблюдаться. На заседании межведомственной комиссии о полной готовности и старте отопительного сезона без сбоев рассказали представители Светогорского ЖКХ. Специалисты профильных комитетов доложили о готовности социальных и культурных объектов. Подводя итоги совещания, заместитель главы администрации Уборгского района Дмитрий Самойленко поставил перед соответствующими структурами несколько задач. Поставлена задача все-таки в случае от каких-то аварийных включений, в частности на сетях электроснабжения, чтобы дизель-генераторные установки, находящиеся в собственности администрации или управляющей компанией, были готовы. Задача также стоит о том, чтобы был необходим запас топлива. Он всегда сформирован на необходимый период, чтобы не было сбоем с обеспечением топлива на котельных. В целом, по итогам совещания, положение дел с началом отопительного сезона в Выборгском районе было оценено как стабильное. Вероника Когут, Андрей Нерубов, Медиагруппа «Наш город». Выборжцев просветят в вопросах коррупции. 30 октября в городской прокуратуре будет открыта телефонная прямая линия. С 9.00 до 16.45 гражданам дадут разъяснение законодательства о противодействии коррупции. Звонить можно по телефону, номер которого на экране. Всеволожский мультицентр социальной и трудовой интеграции для инвалидов представят в Москве. Его специалисты выступят в рамках 10-го форума «Здоровье нации. Основа процветания России». Как подчеркнул во время визита в 47-й регион вице-президент Лиги здоровья нации Николай Кононов, за такими центрами – будущее. И опыт Ленинградской области необходимо распространять на федеральном уровне. Напомним, сегодня на базе центра имеют возможность обучаться с последующим трудоустройством молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Реализуются программы «Мастер зеленого грунта», «Обувщик», «Прачечное дело», «Уборщик служебных и производственных помещений», «Телефонный консультант», «Дело производства», «Швея». В будущем на базе ремесленных мастерских мультицентра планируется создавать сувенирную продукцию с символикой Ленинградской области. Конкурс народного признания «Наш любимый врач» стартует в Ленобласти 1 ноября и продлится месяц. В нем примут участие все детские врачи, а также акушеры-гинекологи лечебных учреждений 47-го региона. Конкурс проходит при поддержке областного правительства. Взрослое население может выразить слова благодарности, рассказать историю выздоровления. А маленькие пациенты имеют возможность поддержать любимого доктора рисунком на медицинскую тему. Все эти действия на портале нашлюбимыйврач.рф будут конвертироваться программой в баллы, формируя рейтинг медицинского работника. Выборгская цирковая студия «Мечта» вновь блистала на больших аренах. В Северной столице завершился международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Звезда удачи». Каждому коллективу члены жюри отвели не более 20 минут. Поэтому наши земляки отобрали три лучших номера. Эквилибр на катушках, жонглирование на высоких моноциклах и воздушная гимнастика в кольце. Они хорошо выступили, все рады были видеть их. Там очень много было и Череповец, и кого только там не было. Но мы не хуже выглядим в России. Я так скромно говорю, потому что все-таки нам известны все эти коллективы. Все, кто был, они были в апреле, вот на всемирном вот этом конкурсе. Поэтому мы знаем все. Дети хотят выступать, общаться, разговаривать и смотреть друг на друга. И они оценивают. В итоге «Звезда удачи» засияла для Выборгского цирка. На международном конкурсе образцовая студия «Мечта» получила кубок и диплом лауреата первой степени. В целом, подводя итоги этого года, руководитель коллектива Иван Крепатов отметил и другие успехи своих талантливых воспитанников. В апреле Выборгские дарования стали первыми на фестивале любительских цирков «Цветы России. Белые ночи». В июне завоевали диплом лауреата в первой степени на международном фестивале циркового и эстрадного искусства «Солнечный круг» в Абхазии. А некоторое время назад образцовая цирковая студия «Мечта» принимала участие в кастинге нового телевизионного шоу «Синяя птица» в Москве. Совсем скоро станут известны результаты. Впрочем, руководитель студии, президент Ассоциации народных цирков России Иван Крепатов готов создать собственное шоу. Я мечтаю об одном и написал проект в компанию и в министерство. Дать нам хотя бы на российском канале создать программу «Любительский цирк». Как утренняя звезда. Вот один к одному. Десять номеров каждое воскресенье на телевидении. Мы знаем, отберем и будет это лучшее в мире шоу. Без всяких певцов и танцоров. Я их уважаю. Но нужно великий русский цирк показывать и наших детей, молодежь. Ну суперзвезды в России. Совсем скоро все любители цирка смогут увидеть воспитанников цирковой студии «Мечта», что называется, в деле. В начале ноября в Выборге пройдет галоконцерт фестиваля «Выборгская мозаика», в рамках которого выступят и юные цирковые артисты. Ну а в следующем году студия «Мечта» будет отмечать 30-летие. Коллектив уже приступил к подготовке грандиозного представления. В Выборгском районе продолжается прием заявок от начинающих предпринимателей на предоставление субсидий для организации деятельности. В 2015 году на эти цели из бюджетов разного уровня выделено более 3,5 млн. рублей. Максимальный размер выплаты одному предпринимателю может составить 500 тысяч рублей, но не более 80% от затраченных средств. Заявки на участие в конкурсе принимаются в Комитете поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации Выборгского района до 11 ноября. Официальный курс валют на 30 октября, установленный Центральным Банком Российской Федерации, составляет евро 70,14 рубля, доллар 64,17 рубля. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. До встречи. 30 октября в Выборге облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 1-2 градуса, ночью 0-1, ветер северо-восточный 1-2 метра в секунду. В Петербурге переменная облачность, днем плюс 2-3, ночью 0-1, ветер северный 1-2 метра в секунду. В Лапинранте облачно с прояснениями, днем 0-1, в ночное время около нуля, ветер западный 1-2 метра в секунду. В Хельсинки временами солнце, днем в столице Финляндии плюс 4-5, ночью до 3 градусов тепла, ветер восточный 2-3 метра в секунду. Субтитры подогнал «Симон»!